Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 3 ноября, воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла Галатом, глава 1, стихи с 11 по 19. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от тробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, в воскресный день, Церковь предлагает нам к назиданию и к нашему внимательному рассмотрению отрывок из послания апостола Павла к Галатам. Перед нами открывается первая глава данного послания. И это послание, оно, как важно с богословской точки зрения, но оно еще и весьма хрестоматийное, потому что по нему можно прослеживать структуру других его посланий. И вот о чем нам говорит данный текст и вообще о чем это послание. Галаты – это провинция Римской империи. Там жили довольно-таки простые люди, не изощренные в эллинской философии, в эллинской культуре. Это довольно-таки были крепкие, хозяйственные люди, которые трудились в поте лица своего, добывая себе на пропитание, жили и не хватали звезд с небес, как принято говорить. То есть были довольно-таки простыми. И вот, когда апостол Павел пришел к ним и принес им слово о Христе, их сердца открылись. Именно в той красе простоты зародилось в них чувство веры. И действительно, они восприняли весть о Христе со всей открытостью простого человеческого сердца, не замысловатого, не ухищренного различными философскими изысканиями или религиозными откровениями. Они восприняли очень живо, очень ясно, как воспринимает человек что-то новое, которое когда-либо он никогда не видел до этого. И в то же время к ним пришли лжепроповедники, которые говорили и клеветали, говорили о том, что прежде чем поверить, нужно обрезаться. Прежде чем быть христианином, нужно стать иудеем во всей полноте от смысла этого слова. И потом уже прийти ко Христу. И, конечно же, они клеветали на самого апостола Павла, говоря о том, что то, что он говорит, то, чему он учит, это на самом деле человеческие измышления. Это человеческое Евангелие. Они говорили, что апостол Павел – это не апостол, потому что он хуже тех других, которые в Иерусалиме, высших апостолов. И вот апостол Павел вынужден защищать свое апостольство и защищать истину своей проповеди. Ведь он проповедует не что иное, как Евангелие Христово, а не Евангелие Павла. Итак, 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». В этом стихе сразу видно, что оно не придумано, оно не записано где-то горсткой людей, каких-то мыслителей, религиозных философов. «Эта Евангелие, эта благая весть, она не от человека. Не апостол Павел ее придумал. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». То есть апостол Павел не слышал апостольскую проповедь и уверовал, и стал вот таким проповедником. Проповедником, каким были, например, евангелист Лука или евангелист Марк, который записывал за апостолом Петром. А он является непосредственным передатчиком того, что услышал и узнал через откровение самого Господа Иисуса Христа, на чем он и настаивает. И поэтому его евангелие – это не евангелие, услышанное от кого-то, а это евангелие, которое он получил от самого Иисуса Христа. Евангелие не как текст, а как факт проповеди, как факт веры воскресения. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и апустошел ее. Это мы с вами прекрасно знаем из книги «Деяния святых апостолов». Как апостол Павел действительно был изначально строгим фарисеем, который гнал церковь. Но теперь он, встретившись со Христом, он поменялся. И вот этот критерий, точнее, этот факт его биографии должен еще больше удостоверить галатийцев в том, что апостол Павел поменялся и что евангелие его – это не услышанное от кого-то, а полученное от Христа. И именно этот факт встречи со Христом и поменял его прежнее отношение к церкви. «Когда же Бог, избравший меня от отробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же, теперь внимание, советоваться с плотью и кровью». Плоть и кровь – это эвфемизм библейский, который говорит нам о человеке. Говорится о том, что апостол Павел не стал советоваться с другими апостолами, как и что ему говорить, потому что он получил такую же власть духовную и такое же знание, какое и они имели через откровение. И он говорит об этом, что он не пошел в Иерусалим советоваться с плотью и кровью, но пошел в Аравию, затем вернулся в Дамаск. Потом уже, спустя какое-то время, он отправился в Иерусалим и увиделся с Петром, и прибыл у него дней 15. Другого же из апостолов не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. То есть апостол Павел, в принципе, мог бы заручиться, очень он спокойно мог бы заручиться, авторитетом других апостолов. И это бы только лишь упрочило бы его позиции. Но он так не поступает, потому что это неправда, потому что это значило бы, что он получил Евангелие от людей, но он получил его непосредственно от Господа Иисуса Христа, поэтому он и является истинным апостолом. Это очень важно понять нам сегодня, потому что апостол Павел – один из наиболее плодовитых авторов Нового Завета, потому что его проповедь была обширна, и его весть христианская, она была наиболее продуктивная. И мы видим то, что апостол Павел в своей проповеди обошел практически все Средиземноморье и достиг невероятных успехов. И для того, чтобы правильно понимать апостольскую весть в послании к Галатаму, в других посланиях, его специфику, его особенности, мы должны знать вот эти буквальные смыслы. То есть, чтобы понять, как это все транспорировать нам на сегодняшний день, нам нужно понять, что это значило тогда. И тогда, то есть сейчас, мы не будем делать ошибок при толковании и слышании Слова Божия в храме или чтении его дома. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!